Добрый вечер, уважаемые телезрители! Я напоминаю, что сегодня понедельник, и мы в эфире телеканала ТАК-ТВ и телеканала Николаев встречаемся с городским головой города Николаева Юрием Саевичем Гранатуровым. Здравствуйте, Юрий Саевич! И я надеюсь, что наши телезрители по традиции имеют возможность звонить прямо в прямой эфир 520030 и задавать свои вопросы. Юрий Саевич, сегодня... Можно я? Добрый вечер, скажи. Можно. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Николаев. Вы знаете, наверняка, встречаясь с телезрителями, непосредственно избирателями во дворах, в трудовых коллективах, они ставят вам целый ряд вопросов. Какой вопрос на первом месте? Ну, вопросов очень много, но главный вопрос, который все задают, это какова общественно-политическая и экономическая обстановка в городе? Сохраним ли мы в городе мирную, спокойную жизнь, как это удалось нам всем вместе, Николаевцам, сделать на протяжении достаточно длительного времени, с момента ноября 2013, а потом уже февраля 2014 года? И уверенность в том, что у нас уже совершенно другая психология, у нас другой город, у нас другое мышление, что очень жестко мы подходим к безопасности и ставим приоритетом безопасность каждого горожанина, каждого Николаевца. Это, в принципе, удовлетворяет людей, поэтому они задают очень много вопросов, касающихся тех мер, которые определяют программы, связанные с безопасностью людей в самых разных условиях. Это и безопасность на улицах, это и уличная преступность, это и меры безопасности, связанные с какими-либо чрезвычайными ситуациями, это координация и сотрудничество с органами внутренних дел, службой безопасности, органами прокуратуры и много других вопросов. Ну, конечно же, в том числе и задаются болезненные бытовые жилищно-коммунальные вопросы, которых у нас достаточно. Юрий Александрович, ну, наше мнение совпадает, потому что наши корреспонденты, которые выходили на улицу, опрашивали, и действительно на первом месте звучит безопасность. Но на прошлой неделе в Николаеве проходила презентация пилотного проекта «Безопасный город». Согласно этого проекта уже в конце месяца будет 48 камер наружного видеонаблюдения, и также вообще общее количество планируется довести до 300 камер. Мы давайте посмотрим, как это было, а потом вернемся и прокомментируем. Давайте. Миколаев – безопасное место. В рамках виконания программы профилактики злочинностей «Правопорядок» днями відбулася презентація пилотного проекта «Безопасное место», в рамках якого уже до кінця жовтня запрацюють 48 камер видеоспостереження на ділянках масового скупчення людей та на в'їздах в Миколаев. Відео з цих камер надходить у режимі реального часу в спеціальний центр, що дозволяє швидше реагувати правоохоронним органам у разі вчинення крадіжок та нападів на городян, викрадення автомобілів тощо. Дана система працює на відкритій платформі IP-відеоспостереження «ВАЗ», що дозволяє впроваджувати в неї будь-яку необхідну аналітику. По місту всюди встановлені камери Full HD з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Багато ділянок міста перекриваються камерами з фіксацією номерів. Деякі камери використовують технологію огляду 180 градусів. Є можливість переглянути запис до 30 хвилин, зупинити або наблизити зображення. На проведення роботи та реалізацію першого етапу проєкту з міського бюджету було виділено 1 мільйон 61 тисячу гривень. Встановка і тестування 48 камер закінчиться в жовтні. Далі система буде працювати в нормальному режимі. У наступному році буде встановлено в загальній кількості 300 камер. На думку експертів, цього буде достатньо для того, щоб охопити весь Миколаїв. Дана система вже діє в Києві, Дніпропетровську, Одесі, Харкові та Житомирі. Відеоспостереження в рази підвищує відсоток розкриття злочинів по гарячих слідах. До даної системи планується підключити вже діючі камери управління внутрішніх справ, які раніше були встановлені. І ми повертаємося до студії прямого ефіру. Я нагадую, що і телеканал ТАК-ТВ, і телеканал Миколаїв зараз вже мовить в спільному ефірі. 520030 ви можете телефонувати і ставити свої запитання. Юрій Савич, а наскільки ви вважаєте, що іменно в це час треба було займатися камерами? Бо що нікторі можуть сказати, ну от зараз нашли час для того, щоб ще камери повесити. Мало ли, хто що може сказати. Є современні методи захисту, і быстрого оперативного реагування. І вообще одна із самих, я считаю, важних задач роботи власи – це обеспечення безопасності, функціонування і устойчивого розвитку. В данному влічі нашого міста Николаїва. Сохранення життя і здоров'я граждан. Защита його права і свобода. В условіях внешніх, разного роду, опасностях і угрозах для цього життя. А разработка мер по улучшению состояния безопасності і механізми її реалізації повинні розрабатуватися, естественно, городською властью, совмістно з органами внутренних дел. А вот какови основні задачи программы, в данному власній, «Безопасный город», я позволю себе процитувати цельвую, главну тезисну, базисну задачу. Это комплексная автоматизация процессов выявления, предупреждения і оперативного устранения различних факторів, угроз, жизненно важним інтересам города і його жителів. І втора задача – це інтеграція действий інформаціонно-управляючих підсистем, наприклад, дежурних частей управлений внутренних дел, служби безпасності, аварійно-диспетчерських служб, различних організаций з обеспеченням їх оперативного взаимодейству в інтересах города. Це відкриття платформа «Безопасный город», яку можна наращувати, це трансформер, який можна змінювати. Він должен інтегрувати в себе самі перші, самі передові научні і программно-технічні і технологічні рішення, а також практичний опыт спеціалістів органів внутренних дел, Міністерства чрезвычайних ситуацій, Других ведомств по обеспечению защіщеності об'єктів, безпасності в населенному пункті. У нас масса всяких вызовів, ну, например, вот сегодня ситуація, зв'язана з взрывом з гранатами в результаті конфліктной ситуації, которая произошла прямо в квартире у тех, хто незаконно хранив боєву гранату у себе. Це неосторожне обращення, ці игрушечки, які трагічно закінчуються для чоловіка, він покалечен, його спасали оператию, сам себе все це устроюв. Тому в данний момент в містах масового скопління людей вот ці практично 50 видеокамер, а всього їх буде 300, і тепер це вже не дуже складно зробити, вони будуть наблюдувати полностью за містами масового скопління людей, і дежурні з оперативної частии управління внутренніх дел полностью будуть відслежувати, фіксувати цю ситуацію. Вариантів дуже багато, але все це самое головне, в режимі реального времени. Але кроме цього, ще йде постоянна видеорегистрація, здається база данних, і там дуже багато зробити. Камери нового поколення, вони практично имеють разворот на 180 градусів, і вообще, треба сказати, що це программа, яку ми задумували ще більше років назад, і разработали її достатньо системно. І цілая робоча, творча група, яка роботала, вона прекрасно розуміла, що все це буде на балансі. Городського коммунального підприємства, інформаційний відчинний центр, це вже здесь. Серверні все знаходяться непосередньо в зданні городської власти. Все це параллельно уходить на дежурну частину управління внутренніх дел. Також буде уходить на управління чрезвычайних ситуацій і города, і області. Також буде уходить на все сложні аварійні служби, Горводоканала, Облэнерго, Облгаза і т.д. Кроме цього, ми зробити зараз новий колл-центр, який буде работать в 10 раз эффективні і зовременні, Чем нынешній службі оперативного реагування 1588. У нас для цього є проект, є середства, є дуже багато толкових людей. Ніколаїв – це місце толкових спеціалістів, айтишників. І ми безмірно благодарні нескольким компаніям і провайдерам інтернет-сетей за те, що вони пошли нам навстрічу. Це, прежде всего, компанія «Дикий сад», це николаївське кабельне телевидення, які повністю доставили свої сети для реалізції цієї программи. Тому вона нам обшлась, будемо так говорить, дуже недорого, в 2-3 рази дешевле, чем планировалось раніше це зробити. І ми продовжаємо наращувати і роботи в цьому направлі, поки це не стане такою основою одной із частей електронного самоуправління города Николаївна, в якому зараз ведеться целенаправлення системна роботи. Але все направлено только на одно, на удобство оперативного реагування во всіх сферах проявлений любого вызова, любой опасності, будь то стихійне бедстві, будь то какая-то техногенна, какая-то аварія или, не дай Бог, катастрофа, будь то автомобільна какая-то аварія, будь то нападення какого-то хулигана, будь то, в конце концов, порыв электропровода, который несет в себе опасност, либо какой-то провал катакомбы, любая ситуация, она отрабатывается, видеорегистрируется, фиксируется, кроме этого, оценка соответствующе дается. Мало того, вся эта видеорегистрация может в дальнейшем использоваться как база для аналитики, научных исследований, изучения каких-то технических тонкостей для принятия каких-то технологических решений, ну и, в конце концов, как юридическая основа и доказательная база в расследовании преступлений. Иными словами, это все современный подход к управлению городом Николаевым по обеспечению главного приоритета человеческой жизни и здоровья. Это главное. И потом мы придем к повышению качества обслуживания граждан в результате такого комплекса. Я думаю, что с созданием коллективного центра, который мы планируем запустить уже в первой половине будущего года, это не так сложно, как казалось ранее, то мы уже почувствуем очень серьезные результаты, потому что у нас должна быть не только прямая связь от горожан, но и обязательно обратная связь. А между прямой и обратной связью у нас должна быть система контроля за реакцией и исполнением тех или иных решений. Я думаю, что после короткого телефонного звонка нашего телезрителя вы расскажете еще о том, что когда вы пришли в кресло городского головы, к сожалению, в службе 1588 кроме телефонов другой автоматизации практически не было. Да, и связь была не совсем многоканальная, дозвониться было невозможно. Давайте, вот, кажется, дозвонился наш телезритель. Пожалуйста. Мы слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Юрий Савицин. Я беспокоит полковник Юрики в отставке Кубрики и Виланы. Да. У меня вопрос такого характера, что решение горсовета в одной из газет у нас написано о том, что, значит, более 100 улиц площадей Переулка у нас было переименовано. И так же самое на очереди снос памятника уничтожения всей советской фирмолики в любом виде. Снос памятник погибшим милиционерам на пересечении проспекта Ленина и улицы Садовой. Он тоже подпадает под это... И как дальше судьба будет и как это все будет происходить? Спасибо. Спасибо большое. Я вас понял. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, никакого решения городского совета о переименованиях 100 улиц, 50 улиц или вообще улиц вообще пока не существует. Это как бы попытались выявить улицы и определить исторически, связаны ли они каким-то образом с историей советского периода или нет. Этим занимались историки и городской совет не принимал никаких решений по этому поводу. Поэтому сегодня не просто преждевременно, а я считаю даже некорректно говорить о каких-то решениях в этом смысле. Но что касается памятников вообще и в частности памятников погибшим милиционерам. Я так понимаю, что речь идет, видимо, о памятнике на улице Садовой рядом с гостиницей Николаем. А при чем здесь вообще советский период? У нас всегда существовали органы правопорядка. Органы правопорядка это люди, которые служат своему народу. Народу, который они защищают. Защищают их право на жизнь. И насколько я знаю, представители органов внутренних дел, так же, как и представители органов службы безопасности и других в праздники свои профессиональные приходят к этому памятнику, вспоминают былое, награждают своих товарищей, вспоминают тех, кто уже ушел из жизни или кто погиб за родину или при исполнении своих служебного долга и служебных обязанностей. Поэтому я просто хочу заверить всех горожан, что если у кого-то возникнет какое-то бредовое желание где-то хоть какой-то памятник сейчас трогать, мало того, еще и памятник погибшим милиционерам, то реакция будет жесткой и адекватной. Это что же получается, что те люди, которые погибли во время взрыва гранаты на улице Макарова, милиционеры наши, которые защищали наших граждан, тех, кто с собой закрывал от бандитской пули обычных мирных горожан, тех, кто был расстрелян на посту ГАИ, тех, кто получил ножевые ранения, защищая детей и маленьких граждан, тех, кто в конце концов с утра до ночи несет неустанно службу по защите правопорядка, в конце концов тех милиционеров, которые плечом к плечу, с такими, как мой отец, на фронте воевали и добывали победу на немецко-фашистскими захватчиками, не заслужили того, чтобы этот памятник стоял в их честь, до тех, кто только руки протянет к этому памятнику, они по этим рукам так получат, что, извините, мало не покажется, никто ничего больше ломать не будет, хватит, наломались, и пока я мэр, я здесь не допущу никакой вакханалии в отношении того, чтобы памятники людям, которые героически защищали свою страну и людей, вот, вообще подвергались каким-либо там сомнениям, нужны они или не нужны, это завтра выходит так, что кому-то не понравится могила моего отца или матери, он что, придет с кувалдой и ее будет разбивать, и никакого права не имеет, никакой городской совет за полумиллионный город принимать подобные решения, надо просто головой своей думать, и все, я уверен и хочу вам сказать, как ветерану МВД, у меня очень много близких друзей, знакомых, тоже ветеранов МВД, это очень достойные, порядочные люди, всю жизнь свою отдавшие служению Отечеству своему, я считаю, что мы вправе только на одно, хранить и беречь светлую память о погибших, в том числе и милиционерах, у нас есть еще кроме этого памятный знак погибшим милиционерам возле областного управления УВД, у нас еще есть памятный знак и церковь на территории спецполка милиции, или сейчас это национальная гвардия, история не знает сослагательного наклонения, все, что было и те, кто уже вошел в историю, как мужественные люди, которые собой пожертвовали ради других, они должны быть увековечены, я считаю, это просто грязные какие-то разговоры дурацкие, это опять сеяние в городе какой-то дурацкой паники и так далее, мы никому не позволим топтать светлые чувства памяти от тех, кто отдал жизнь за своих людей, за свой народ. Юрий Сеевич, ну вы знаете, к сожалению, очень много таких было звонков сегодня в течение дня, поэтому, наверное, это носит комплекс, фактор дестабилизации в городе, мы уже однажды с вами переживаем. Это просто выборы, это просто господа оппоненты, которые решили, что любой ценой можно побороться за кресло первого лица в городе Николаеве, понимая, что как бы все средства хороши или цель оправдывает средства, распространяют грязные слухи, сейчас за деньги кто угодно продается, ездит там где-то по трамваям, троллейбусам и нашептывает на ухо всякие мерзости. Я просто хотел бы сказать и напомнить тем господам, которые, я так думаю, может как бы так демонстративно верующие вот и православные, что грех он есть грех, не надо этого делать, воздастся. А может быть это все-таки еще и комплекс под дестабилизацией ситуации в целом, поэтому в свое время пытались рассказать о том, что памятник альшанцам снесут, да, то есть отстояли. А это вторая серия морализонского балета, если пошутить. Сначала рассказывали про то, что взорвут памятник альшанцев, потом рассказывали, что нельзя проводить день победы, потому что это опасно, вы не вздумайте, потом рассказывали, что у нас разведут мосты, людей, что в Матвейском лесу живут какие-то там непонятные воины, света, воины добра, в масках или наоборот воины зла, чтобы я не говорил, какие только слухи не ходили. Уважаемые горожане, официально вам заявляю, ситуация в городе Николаеве находится под постоянным, пристальным, жестким контролем органов внутренних дел. Я на постоянной связи нахожусь с начальником городского управления внутренних дел, областного управления внутренних дел. Мы часто общаемся по необходимым вопросам с представителями службы безопасности Украины. При необходимости просим и принимаем совместное решение по мерам прокурорского реагирования в той или иной степени. И вообще я должен сказать, что не надо пугать друг друга и перестаньте перед выборами 25 числа запугивать население, перестаньте сеять панику, перестаньте носить всякие дряные листовки и газетки, перестаньте в конце концов очернять жизнь людям. Она и без того не такая простая и легкая. Мы прожили тяжелейший 14-й год, мы выдержали с вами и взрывы домов, мы выдержали с вами и перекрытие моста, мы выдержали с вами и вакханалию на площади, и попытки штурма мэрии и областной государственной администрации. Мы были в шаге от Луганска, но Николаевцы проявили здорово, такой разумный подход и просто не дали никому это сделать и раскачать. У нас хороший, добрый, мирный город. И я, как городской голова, отвечаю за все это. Еще я отвечаю за то, чтобы те люди, которые дестабилизируют в городе обстановку своими шуточками, я так мягко это назову, они могут и ответить за это согласно действующего законодательства. Поэтому фривольность и такая вот легкость в подобных слухах, которые некоторые распускают, она не должна иметь места. Уважаемые горожане, будьте абсолютно спокойны, вам ничто не угрожает, ничто не угрожает нашим святыням. Вечный огонь на площади Ленина горел, горит и будет гореть. Мы наши святые праздники, великий подвиг отцов и дедов в Великую Отечественную войну, чтили, чтим и будем чтить. Мы будем бережно охранять все ваши святыни, уважаемые коллеги, от любых происков, радикально настроенных элементов и от любых незаконных действий, разных там малоуважаемых всеми товарищей. у нас есть еще один звонок от телезрителя с вашего позволения. Да, мы слушаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня у себя обнаружила дешевенькое письмо с грязью, я бы назвала хальш-письмом на адрес Гравитурова. Скоро такая же история длиной семьи пилот-либоров морских пилот-либников. Но я бы такая другая проблема. С грязью-то мы разберемся, что в плане, что мы видим, надеюсь, мы видим, что за вашим за вашим дверью творится. А вот как быть с тем, что там же мои данные указаны полностью откуда у любой высшейся классе и полностью данные мои, где я живу, но это не мое отчество. И так весь подъезд, весь дом, рядом, люди выходили, выбрасывали эту грязь. Куда нам обращаться? Что нам делать? То есть людей не с помощью вся информация на живущего в этом городе. Кто имел право эту информацию дать в руки таким вот грязным политиканам? Вот я обращаюсь к вам. Что делать обычным гражданам? Да, спасибо. Что там в письме вот хотя бы в общих чертах, чтобы мы понимали? Нет здесь о фантастических каких-то воровствах по поводу воровства не дали его в корабельном районе. Вот письмецо. Я понял, о чем речь. В кармане, кстати, лежит. Вот письмецо. Смотрите. Красивый конвертик. Видите? Банковский такой. Вот откроем его. Я догадался, о чем речь. Открываем. Смотрим. Вот письмо. Ну, естественно, никаких выходных данных. Листовочка такая. Но на этой листовочке есть одна интересная тема. Вот смотрите. Я не имею права оглашать персональные данные. Я не закрою фамилию. Но хочу сказать, что вот здесь написано там Иванова Татьяна Николаевна, проспект Корабелов, там 14-Б, квартира там 29, город Николаев и ее индекс. На самом деле, вот здесь мы обратились в органы внутренних дел, они нам подтвердили абсолютно точный персонифицированный адрес человека. И дальше идет обращение. Здравствуйте, уважаемая Татьяна Николаевна. И дальше, вот вы такая, такая хорошая, я такой замечательный, хороший. И дальше всякая мерзость, 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 дешевая фальшивка. Дело не в письмеце. Это идет по адресам персонифицированно. Носят уважаемые люди, которые являются разносчиками. Так же, как они носят эту дешевую газетенку, которая неизвестно откуда взялась, и так же неизвестно куда исчезнет, сразу как окончатся выборы. Кстати сказать, ее тираж 170 тысяч экземпляров не соответствует действительности. Она на самом деле издается гораздо большим тиражом. Мало того, ее не печатают в Киеве, печатают совершенно в другом месте, тут намного поближе. Мало того, я хочу сказать, что разносчики эти, их целых, вдумайтесь, уважаемые телезрители, вдумайтесь, их 850 человек, 850, у них у каждого есть своя адресная программа, и они каждый месяц, уже 3 месяца, разносят эту газетку, и получают заработную плату фактически суммой где-то от 4 до 5 тысяч гривен. Теперь умножьте 860 человек на эту сумму, получите десяток, а то и более миллионов гривен. за 3 месяца. Ну, знаете, как раз на 10-12 трамваев Татра и хватило бы. Мало того, газетенка, которую вам принесли, я видел ее, там сфотографирован красный трамвай. Так вот, трамвай Татра красный в городе Николаеве отсутствует. Никаких красных трамвая Татра нет. Это с интернета фотография, мало того, старья какого-то. Татра это отражелка. Они пойдут через 2-3 дня по новому маршруту заря и на 13-ую линию. И вообще, сколько можно жевать одну и ту же тему, сколько можно заниматься мерзостями. Господин оппонент, который всем этим занимается, ну, честь и достоинство это поимейте. Юрий Александр Вы знаете, я, к сожалению, тоже получил такое письмо. А и Вы? Да. И меня больше сразила одна фраза, значит, которая очень беспокоит. Давайте остановим вора, не позволим ему больше красть деньги, которые мы отложили для себя, для своих детей и для своих родителей. Удивозим. Да. Трогательная забота. Мало того, если уже на то говорить, подписано это кандидатам в мэры, которые вообще никакого отношения к этому письму, как я понимаю, не имеют. Это подписали, подписался кандидат в мэры от партии Батькивщина. Вот. Но он не написал, что он под... Мало того, использовал бренд, который мы с Владимиром Дмитриевичем Чайки использовали, написал искренне ваш, Александр Гриценко. Ну, понятно, что это все ксерокопия, ничего Александр Гриценко там не подписывал, не пишет. И вообще, уважаемые коллеги, осталось немного. Юрий Александрович, вот для наших телезрителей, которые все-таки могут быть среди них и впечатлительные, вот объясните, в городском бюджете нет вот такой кубышки, да, то есть, которую можно было оставить от родителей, и вам, к сожалению, ничего не досталось от предыдущих. А можно я скажу тогда чуть-чуть по-другому? Я для начала вот открываю сейчас это письмо, этих писем, по моим данным, 100 тысяч, мы примерно понимаем, где они находятся. Я официально через телеканал обращаюсь в органы внутренних дел Украины, в прокуратуру Николаевской области и в службу безопасности Украины о том, что здесь наглым образом, массово нарушается закон о защите персональных данных, то есть, прав и свобод граждан. Кто-то каким-то образом получил базу данных, возможно, старого, старых списков избирателей, электронного реестра, либо еще чего-то. Это является преступлением. Я прошу зарегистрировать это в ЕДРР. Вот. Я прошу считать это заявлением и рассмотреть вопрос, не связанный с выбором, а связанным нарушением прав граждан, каждого конкретного гражданина. Чем эта женщина виновата, что ее адрес сейчас гуляет по всему городу Николаеву. В конце концов, в городе Николаеве будет у нас защищаться каждый гражданин в отдельности. почему здесь указан ее адрес, где это взялось все нехорошо. Вы знаете, Юрий Сеевич, есть большое количество звонков на наши телефонные линии, которые приблизительно можно сформулировать одним вопросом, потому что люди беспокоятся о том, что был транспортный коллапс, но где? зимой прошлого года, и как будет обстоять дело в этом году. Единственная особенность, знаете, когда наши операторы попробовали перезвонить по этим телефонам, к сожалению, эти все телефоны заблокированы, то есть, значит, таким образом эти звонки поступают в том числе от ваших друзей в эфир. Давайте им все-таки ответим очень хорошо о том, как же город подготовился к следующей зиме, потому что у нас есть... хорошо, мы будем видеть зимой, надо еще суметь этим всем правильно распорядиться, мы будем очень стараться, мы готовимся, мы сделали большое количество выводов, но давайте сначала посмотрим, вот у нас тут появился целый коммунальный спецназ новый, которого у нас не было лет 20, давайте глянем. В субботу была презентация коммунальной техники, как это было, давайте посмотрим. Горожане должны видеть, куда тратятся их деньги. В Неплощи Миколаява отбилась презентация новой коммунальной техники. Министкий голова Юрій Гранатуров урочисто передав комунальникам сучасную технику европейского зразка. За кошти до міського бюджету было придбано 19 одиниц техники, 7 машин для вивозу твердих побутових відходів, 10 комбінованих машин призначених для отримання доріг в усі пори року, экскаватор навантаживач та підйомник з відвалом. Також було закуплено 1000 сміттєвих баків. Усього на комунальну техніку було витрачено 30 млн грн. Ось так все місто побачило комунальну техніку. Юрій Савич, а що ви спитували, коли видели армаду комунальної техніки, які вже багато років не бачили? Я спитував чувство глибокого удовлетворення, що ми декларували. Ми дійсно з голими руками встречали аномальний тяжелейший снегопад, да і я говорив со старожилами і коммунальщиками, вони більше 20 років ждали цієї ситуації, цього события. Ну, смотрите, на свіщі ні одного толком коммунального мусоровоза нет, а сегодня уже 7 специалізованных машин для вывоза ТБО. Мало того, 3 с задній загрузкой, 4 с боковой загрузкой, 10 универсальних МАЗов нового поколения. Это комбинированные дорожні машини, которые могут невероятно много всего. Две универсальные машины на базе тракторов МТЗ. Это МТЗ-80 и МТЗ-82. Это экскаватор-погрузчик, подъемник с отвалом и так далее. И кроме того, мы же приобретали 7 универсальных малых тракторов со всеми навесными оборудованиями, отвалами, щетками, шнекороторными, снегочистителями и так далее. И коммунальные предприятия города целый комплекс работ дорожного хозяйства осуществляют. Собственно говоря, ну, такая приличная коммунальная дивизия. Поэтому отвал очень хороший, длина 3 метра, угол поворота отвала 30 градусов, там плавающее щеточное оборудование длиной 2,5 метра, оборудование для разбрасывания сыпучих, противогололедных материалов, шириной рабочей зоны при посыпке до 12 метров. И снегоуборочная техника МТЗ Беларусь-320, которая с шнекороторным снегоочистителем, она эффективно работает при высоте заносов до 50 сантиметров. Производительность оборудования около 80 тонн в час, а захват снегоочистителя где-то около 2 метров. То есть, иными словами, спецтехника для вывоза твердых бытовых отходов, если о ней говорить, мусоровозы, вот, она же не просто, она же с отличной системой гидравлики производства Италии. Мало того, задняя загрузка это предназначенная для сбора твердых бытовых отходов с евроконтейнеров. Система гидравлики тоже уже наша, производство Украины. Ну и еще мусоровоз, который оборудован климатической установкой, бортовым компьютером, который следит за всеми системами. В общем, техника отличная, ее много, ее надо наращивать ежедневно и ежегодно, ее должно быть много, надо мощное, серьезное коммунальное предприятие, правильная логистика и нормальная работа. Мы постараемся сделать все, чтобы в эту зиму быть гораздо вооруженнее, собственно, мы уже вооружились, и теперь нам надо еще подготовить несколько серьезных планов и провести учения на случай любых катаклизмов. Мы будем стараться и будем бороться. Да, тяжело в учении, легко в бою. Будем наращивать этот темп. С голыми руками трудно воевать, а сегодня вон какая коммунальная дивизия. Просто радуешься. Ну, на самом деле городские власти думают не только о коммунальном хозяйстве, но и о здравоохранении, поэтому у нас еще с прошлой недели остались сюжеты о центре медико-санитарной помощи номер два, куда совсем недавно приобрели новый флюорограф. Поэтому давайте послушаем врачи и увидим это оборудование. Медицина в Украине не в кращем установище. Это та галузь, которая потребует постойного нового нового сучасного обладнания для якости лікувания. Диагностичный аппарат флюорограф був придбан для Миколаевского центра первинной медико-санитарной допомоги. Сучасный аппарат обслуговуватиме больше 150 тысяч жителей. Это Ленінский район. Флюорограф оснащен веб-камерой и компьютерным монітором. Придбанный он у Харьков в арті становить 1 млн 240 тыс. грн. Оборудование просто великолепное и Николаевцы заслуживают нормального здравоохранения. Туберкульоз – це дуже небезпечна та розпосуджена хвороба. Стати її зарушником може будь-хто. Передається воно також і через повітряно-крапельний спосіб. Свочасное виявлення хвороби на ранніх стадіях може гарантувати одужання. Один раз на рік кожен повинен пройти регионовське проймінювання в профилактичних тілях. За цей год було сделано около 45 тисяч флюорографій і тільки в цьому году выявлено 44 свежих случаев туберкуліза, 28 случаев рака лёгких і рака бронхів. Тому ви понимаєте сами, какое значення имеет для нас установка этого флюорографа. Несмотря на то, что вроде бы в городе і стабилизується обстановка, то по туберкулізу, но у нас конкретно в Ленинском районе конечно же отмечается даже за эти 9 місяців рост заболеваемости туберкулізом. У этого флюорографа значительно лучшее качество изображения. Здесь выделен пульт управления, из которого лаборант може через видеокамеру увидеть больного, который находится в кабине. В такий неспокойный час нужно быть готовым до всего, вважает медичное керівництво міста. Миколаев сегодня привел до ладу и бомбосховища, и медичные центры, то же готовы принять и надеть медичную помощь во время военно-бунт, Василь Филимон, Так-ТВ. Я так понимаю, что это не единственные именинники в этом направлении, то есть еще больница скорой медицинской помощи, давайте тогда посмотрим еще больницу и потом прокомментируем это. Честно говоря, в 20 лечебных учреждениях такая масса диагностического оборудования, 20. В Миколаевській лікарні швидкої медичної допомоги в цьому році фінансуются 5 объектов. Вже про закінчену работу в отремонтованні примещения прозвитував главный лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Демьянов. Это прежде всего установка дизель-генератора аварийного источника безперебойного питания 275 киловатт позволит обеспечить не только диагностические кабинеты и лампочки в приемном покое как было до этого времени но и все реанимационные службы операционные залы и даже лифты. На сегодняшний день крыша сделана она обновлена постелен новый профиль и мы я надеюсь длительное время лишены головной боли дождей снегопадов и подобных вещей. Сделаны новые санузлы выполнен ремонт стен потолков и пола сделано заказано мебель новая то есть там должны быть новые кровати для лежачих больных и стеллажи сиденья для того чтобы люди могли там комфортно проводить при необходимости времени. Олександр Демьянов також поділився перспективами на майбутнє та зазначив що проект травматологічного пункту закінчено та очікується фінансування для початку будівництва. Городський травматологічний пункт это современное здание с выдержанными санитарно-гигіническими нормами адаптированное под людей малоподвижного образа жизни и инвалидів то есть на современном уровне травмпункт проект которого стоил 138 тысяч проект уже окончен практически он проплачен и мы ожидаем финансировання на начало стройки. Это монолитное основательное здание скорее всего двухэтажный основной корпус пристройка трехэтажный то есть там предусмотрено не только удобство и комфорт для пациентов но и удобство работы медперсонала. Евгений Акугель Василь Филимон ТакТВ Вы знаете о здравоохранении попросили спросить самі работники здравоохранения и большое количество телезрителей которые говорят ну много же делается сейчас и в этом направлении то есть это действительно правда тоже внимание и сегодня на контроле у городского головы Ну мы же говорили о безопасности охрана здоровья здравоохранения ведь это тоже безопасность у нас приобретена масса диагностического и лечебного оборудования огромное количество сделано высококачественных ремонтов построены новые поликлиники амбулатории мы не стоим на месте и у нас огромное количество таких вещей некоторых нет вообще в Украине только у нас ну вот приведу короткий пример может быть еще удастся в этот сюжет посмотреть ну может не сегодня расскажу есть централизованная лаборатория биохимическая это уникальная вещь мы полностью приобрели автоматизированный анализатор большой мощности для биохимических и турбодиметрических исследований VA400 это компания Biosystems производство Испания одна из лучших в мире это оборудование и имея опыт работать уже с Biosystems испанским это надежный партнер я вам скажу анализатор такого рода в Украине единственный и сегодня он начал свою работу они делают 400 тестов в час ну вот давайте умножим на 24 часа иными словами несколько тысяч тестов можно производить только за один день это жизни спасения это высококачественный очень точный анализ крови для любой ургентной операции для чего угодно используется там запатентованная инновационная оптическая система на базе LED технологии именно ну тонкости там расскажут пусть те кому это положено но еще анализаторы газа в крови еще много оборудования это была мечта врачей-лаборантов врачей-биохимиков и она осуществлена они такого не видели в прошлый год они просили два бытовых холодильника не знали где хранить препараты сегодня они получают на миллионы и миллионы шикарного оборудования которое стоит на страже интересам наших горожан и все это бесплатные анализы бесплатные конечно в больницах должны быть бесплатные анализы пора покончить уже как организатором здравоохранения так и другим с этими беспрерывными платными дурацкими фондами городской бюджет должен защищать незащищенное население и в новом бюджете мы будем жестко предусматривать и персонифицированно адресно определять помощь каждому пенсионеру в городе Николаеве которых 146 тысяч ну например вот 40 троллейбусов дополнительно прибыло в город значит было 25 стало 65 нам нужен был транспортный прорыв недавно был визит Петра Алексеевича Порошенко с ним пребывал вместе здесь министр транспорта он задал вопрос почему мы не участвуем в программе софинансирования по приобретению трамваев я ему ответил и ответил в присутствии Петра Алексеевича что трамвай который нам предлагается стоит 16 миллионов гривен вдумайтесь 16 миллионов гривен они платят государство свою часть процентную ставку 30 процентов мы должны заплатить 70 иными словами частичная стоимость трамвая для нашей горожан для громады была бы 12 миллионов на 12 миллионов мы купили 14 трамваев с гарантией на 12 лет сколько можно слушать эти мерзкие штучки этих богатеньких кандидатов которые сами разъезжают на мерседесах и дорогущих автомобилях еще там что-то рассуждают про трамвай допустим раз сядут тот трамвай хоть вспомнят о том что он по рельсам ездит а не на резине мишлин иногда вы знаете бывает обидно потому что когда ничего не делаешь критикуют а потом когда много делается все равно тоже критикуют это не критика это критиканство это предвыборные приемы низкого уровня чем ниже у человека душа чем ниже у него культура чем меньше он как бы заботится о своем собственном достоинстве тем ниже у него поступки Юрий Саевич ну вот все-таки хотелось бы еще раз вернуться потому что вы абсолютно замечательную фразу сказали о том что вот эти услуги новой техники будут бесплатными для наших горожан особенно для ветеранов и пенсионеров то есть не верится просто после стольких лет вот этой нищеты к которой мы привыкли и понимаете но моя мама она к сожалению в этом году ушла из жизни да уже достаточно пожилом возрасте она очень сильно болела у нее был сахарный диабет у нее была ампутирована много лет назад нога на почве этого сахарного диабета у нее была сильнейшая катаракта плохо видела и так далее вот ее пенсия составляла там 1200 грипп но если бы меня не было сына да потому что у меня еще брат инвалид первой группы ну вот так случилось я самый младший в семье я отвечаю за всю свою семью если бы меня не было я не представляю как бы маму нужно было лечить и так далее но не у всех же есть дети которые могут помочь но в конце концов мы все их дети мы все их дети у меня первая учительница моя ей сколько лет сейчас столько сколько моей маме вот те бабушки и дедушки которые тогда были просто взрослыми мужчинами и женщинами когда я пацаном работал на заводе они меня поддерживали они были моими наставниками вот те которые нам рассказывали еще вот про былые лихие времена военных лет те которые в принципе просто-напросто на улице тебя где-то защитили мы их дети независимо от того по крови мы или нет и мы обязаны просто защищать возраст уважать его защищать их старость вот это все этот треп который извините за сленг часто мы звучим вот эти банальные заявления надо что-то сделать просто конкретно вот например сколько угодно рассказывайте глупости про троллейбусы и трамвай их же никто в подвале не прячет да вы садитесь катайтесь едьте их на линии пока всего 17 а когда их будет 40 они полностью решат 2 трети города транспортную проблему решат и 146 тысяч пенсионеров город не молодеет имеют полное право бесплатно ездить в этих троллейбусах и трамваях везде куда они только доезжают второе это то что касается работающих людей городской совет мудрое решение принял заплатил разницу в тарифе на электроэнергию и те кто покупают билеты платят полторы гривны это разве не защита людей а мы о чем говорим а мы что выясняем а мы что слушаем сноб какой-то билет а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok